всем привет я рада вас приветствовать на нашем канале французский язык по полочкам давайте сегодня с вами откровенно поговорим на одну очень интересную тему сегодня я хочу с вами откровенно поговорить о теме мотивации достаточно часто на этом канале я слышу вопросы про мотивацию как найти мотивацию как ее не потерять как ее поддержать и так далее и так далее сегодня я хочу поделиться с вами своим взглядом своей точкой зрения на эту самую мотивацию что это такое как я ее вижу как я ее понимаю в принципе в принципе не призываю быть согласным или не согласным с моей точкой зрения это просто моя это просто мой взгляд мое видение каждый человек имеет право иметь свой взгляд, свою точку зрения. Если вы хотите поддержать эту беседу на тему мотивация во французском языке, пожалуйста, присоединяйтесь в комментариях, с удовольствием с вами побеседую, с удовольствием с вами пообщаюсь, с удовольствием узнаю вашу точку зрения и ваше мнение. Итак, естественно, я всегда рассказываю свой личный опыт, поэтому вот это модное слово мотивация, конечно, я буду перекладывать на какие-то отрезки своей жизни. Итак, что такое мотивация? Вообще, вот это вот слово мотивация, оно, конечно, очень красивое, оно такое новомодное, сейчас очень модно искать себя, искать путь к себе, ставить планы, ставить цели, искать пути реализации своих планов, своих целей, искать мотивацию, поддерживать мотивацию и так далее. Это очень хорошие аспекты нашей жизни, но надо быть, но прежде всего надо не запутаться в этих понятиях, не заблудиться в дебрях этих всех новомодных понятий и веяний и прежде всего быть честными с самим собой. Расскажу вам про мою мотивацию, потому что очень часто вы спрашиваете у меня, как я поддерживаю свою мотивацию и так далее. Теперь моя персональная точка зрения. Очень часто за этим словом мотивация мы скрываем собственную лень. Когда-то я так делала, пока не призналась сама себе, что мотивация мотивация, а моя лень это моя лень и и я путаю, либо я подменяю эти понятия. Когда человек приезжает во Францию, не зная французского языка, он оказывается уже во французской среде, вокруг звучит французская речь, он вынужден сталкиваться с административными действиями, он вынужден сталкиваться с французским языком в повседневной жизни и так далее, и так далее. Языка человек не знает. Вот как вы думаете, этому человеку нужно искать мотивацию? И от многих я слышу, и от таких людей я слышу, Катя, как найти мотивацию? Ребят, какая мотивация? Вы уже во Франции, вы уже в среде, и вы не владеете языком. Вам язык нужен позарез. Я тоже когда-то проходила этот этап своей жизни. Здесь прежде всего лень. Мы не можем перебороть свою лень, мы не можем себя заставить. Нам уже надо учить язык, нам уже надо общаться. И наш словарный запас в два слова Bonjour и Auvoir нам уже никак не помогает. Поэтому какую мотивацию искать? Никакой. Только брать и учить язык. Нам остается только найти время, найти методы изучения, найти способы изучения, подобрать их под себя, найти финансы, безусловно, и начать изучить французский язык. Когда люди оказываются во французской среде и ищут еще какую-то мотивацию, я уверена практически на 95%, что просто мы за словом мотивация скрываем свою лень. Ну, лениво нам. Мы не можем выйти из зоны комфорта. Нам комфортно, когда кто-то нам переводит. Мы попросим знакомых, родственников, друзей сходить с нами к врачу, перевести нам какое-то объявление и так далее, и так далее. Мы будем на каком-то ломаном общаться со своими французскими родственниками, но мы по-прежнему будем скрывать свою лень вот этим модным словом мотивация. Хотя, если разобраться, если разложить все по полочкам, мотивацию искать не надо. Она уже вошла в нашу жизнь. Но мы не можем себя вывести из зоны комфорта. И мы готовы искать кучу причин, откладывать этот момент изучения французского языка. До какого момента? До всем известного момента. Когда жареный петух клюнет в одно место. Так было и со мной. То есть, когда мы приехали во Францию, я не владела французским языком. У меня было свободное время. Как большинство женщин, я занималась семьей, я занималась домом, я занималась учебой старшей дочери и так далее, и так далее, но я не работала. И в принципе, время у меня было учить французский язык, что мне мешало сесть, обложиться книжками, записаться на кучу курсов, подобрать для себя групповые курсы, подобрать репетитора, онлайн или оффлайн, неважно. Но я всегда искала какую-то мотивацию. Мне было проще найти кучу причин, таких как нехватка времени, сегодня устала, а это завтра, завтра у меня три рандеву, послезавтра у меня еще что-то. В общем, как всегда, я себе находила какие-то причины, лишь бы оттянуть этот момент плотного изучения французского языка. В итоге, когда я со своей семьей переехала в абсолютно незнакомый город, где у нас не было ни знакомых, ни друзей, ни людей, которые нам могли перевести, этот момент в нашей жизни называется «Жареный петух клюнул в одно место». Естественно, мы схватили за все книжки, естественно, мы сразу записались на все курсы, потому что от французского языка в тот период жизни зависела полностью наша жизнь. Сказать, чтобы появилась мотивация? Нет, не сказать. И до переезда, и до переезда мы жили во французской среде, и после переезда мы жили во французской среде. Сказать, чтобы очень сильно изменился наш ритм жизни? Нет. И до переезда были проблемы, заботы и так далее, и после переезда остались эти же проблемы, заботы и так далее. поэтому что мешало изучать французский язык нам раньше собственная лень конечно мы ее прикрывали модным словом мотивация я вам уже сказала что это лично мое мнение что 90 процентов поисков мотивации это просто прикрытие собственной лень и также очень часто этим словом мотивация мы прикрываем свои плохо поставленные планы плохо поставленные задачи к примеру я хочу полететь в космос я начинаю изучать информацию как можно полететь в космос сколько это стоит какие надо действия для этого произвести и так далее и так далее в итоге понятное дело я не могу полететь в космос это стоит очень много денег в принципе мне ну и не надо для чего просто ради интереса то есть это плохо поставленная цель. Вот точно такой же принцип плохо поставленной цели работает и в изучении французского языка. Если человек себе ставит цель, оп, за три месяца я хочу заговорить свободно, вольно и обсуждать философские темы на французском языке, ребят, ну мы все понимаем, это нереально. У человека за три месяца, да, будет какой-то прогресс, никто не спорит, все зависит от того, как человек занимается, прогресс безусловно будет. Но вы понимаете, что за три месяца выучить французский до обсуждения философских тем на свободном уровне, это просто нереально, это плохо поставленная цель. В итоге человек видит, что через три месяца он не добился своего результата, он не добился своей поставленной цели и человек начинает сдуваться. Если бы человек разумно, целесообразно проставил свою цель, наверное, мотивация бы не пропала и, наверное, бы человек не сдулся. То есть вы понимаете, что одна из причин это лень, вторая причина это неправильно поставленная цель. Третья причина, которую мы путаем с отсутствием или с поиском мотивации, это собственный страх, внутренний страх. Мы забываем, что все наши страхи мы можем сами же и перебороть. Кто-то может перебороть свои страхи сам. Кто-то обращается к психологу, кто-то самостоятельно читает какую-то специализированную литературу. Способов очень много. У каждого человека есть свои индивидуальные пути преодоления своего страха. Но надо реально понимать, что да, у меня есть страх начать разговаривать на французском и, в принципе, словарный запас нормальный, грамматика нормальная, но я боюсь говорить. Надо что-то с этим делать. И надо работать именно на проблему преодоления страха. Но многие почему-то этот страх, этот барьер перед началом разговора на французском языке опять-таки прикрывают поиском или отсутствием мотивации. Здесь я тоже говорю, надо быть честным самим собой. Просто сказать, да, я боюсь. Шаг первый и шаг второй, как мне побороть свой страх. И начать работать над преодолением собственного страха, а не над поиском какой-то мифической мотивации. Вот так достаточно кратко, на простых примерах я вам сформулировала три причины. Три причины, которые мы путаем с мотивацией. Естественно, эти три причины относятся к людям, которые уже находятся в среде. И у нас остается еще группа людей, которые не живет во французской среде. Сами понимаете, когда мы живем каждый в своей стране, учить французский просто как для спортивного интереса, просто как для саморазвития, это очень классно и очень здорово. И именно вот здесь, именно вот эти люди и поддерживают мотивацию, они ищут эту мотивацию. И я всегда преклоняюсь перед такими людьми. И я всегда задаюсь вопросом, где эти люди находят эту мотивацию, как они ее поддерживают, и как они ее не теряют. Я знаю людей, которые учат французский язык с детства и по 10-15 лет, не приезжая во Францию. Они его изучают. Понятно, что это очень большое вложение собственного времени, собственной энергии, собственные финансовые вложения и так далее, и так далее. Вот здесь, вот здесь ответить на вопрос, как эти люди им поддерживают мотивацию, я в принципе не могу. Я никогда не была в такой ситуации. И я вам скажу больше. Когда я жила в своей стране и не планировала переехать во Францию, я бы никогда в жизни не начала учить французский язык просто из-за собственной лени. Я не тот человек, который находит в себе мотивацию. Я не тот человек, который будет поддерживать в себе эту мотивацию. В принципе, это поддержание мотивации искусственным путем. К сожалению, я не отношусь к таким людям. Я преклоняюсь перед теми людьми, которые находят эту мотивацию, ее поддерживают, которые изучают французский язык, влюбляются во французский язык. В своей стране, в своей среде создают такой французский оазис вокруг себя. В общем, не знаю, совпадает ли моя точка зрения с вашей точкой зрения. Чем дольше я сама изучаю французский язык, чем больше я общаюсь с людьми на тему изучения французского языка, тем больше я убеждаюсь. Ребята, первая причина это наша собственная лень. Как только мы себе признаемся в том, что мы действительно ленивы, в том, что мы не хотим перебороть свою лень, в том, что мы не можем перебороть свою лень или наоборот признаем, что надо что-то делать с этой ленью, мы перестаем обманывать самих себя и начинаем действовать правильно. И дальше движемся семимильными шагами к нашей общей цели – к хорошему, грамотному французскому языку. Спасибо, что были на нашем канале. Встретимся с вами на новых уроках. Всем пока-пока!